И в завершение о молодых изобретателях, которые смотрят на этот мир широко открытыми глазами. И помогают это делать другим. Совсем юный Павел Курбацкий в 2012 году завоевал титул ученый будущего. А МГТУ Бауман назвал его новую разработку лучшим инновационным проектом. Это трость для тех, кто не видит. Начинка не хуже, чем у смартфона. Елена Наумова попробовала прогуляться по городу вслепую. Ему всего 17, здоровье в порядке, но людям, которым его не хватает, Павел Курбацкий не просто сочувствует. Он пытается помочь. Все свободное время подросток из Армавира проводит за работой. Элементарно, для того, чтобы пройти слабовидящему человеку от дома до булочной, он сталкивается с массой препятствий, с массой опасностей, как на проезжей части, так и на тротуаре. Новые технологии в главного помощника слепых белую трость он внедряет в своей мастерской. Так, теперь вся семья называет комнату Паши. Трость версии 2.0 оснащена тремя датчиками движения и GPS-навигатором. Опробовал новую разработку незрячий друг Павла, Роман. Это очень даже удобно, поскольку в ней можно задать, например, свою метку, дом, например, свой, и по ней уже отходить куда-то к какому-то магазину, и по этой метке можно уже возвращаться домой, и трость будет сообщать, сколько там расстояния до твоего дома. Трость Сергея Ваншина складывается и помещается в сумку. В остальном ничего необычного. Сергей говорит, когда он перестал видеть, не было еще ни GPS, ни компьютерных технологий, но разработки из Ромавира. Он думает с интересом. Как работает система локации на этой трости? Не будет ли она реагировать на солнечный свет, если это инфракрасное излучение? Поэтому, конечно, лучше всего посмотреть и разобраться с этим устройством по практике. Обо всем этом Павел знает и обещает учесть. Тем более родители обещали инициативному сыну в конце года запустят производство. Этакий подарок. А что и для незрячих польза, и доход в семью. Одна такая трость будет стоить 3000 рублей. Елена Наумова, Андрей Секретарев, Денис Фокин и Борис Брыкин. Вести. Елена Наумова, Андрей Секретарев, Денис Фокин и Борис Брыкин.